Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дамы и господа! Мы с вами отправляемся в город Сочи, на берег Черного моря, где на стадионе Фишт все готово к началу матча 15-го тура MLB Первой Лиги, в котором футбольный клуб Сочи примет соперников из Москвы, футбольный клуб Родина. Мы готовы, вы готовы, все готовы. Александр Юшин чуть-чуть назад и начинаем смотреть матч Сочи-Родина. Сразу через дом играют подшефные Филиппа Соколинского, достаточно спокойно пытаются они этот матч начать и давайте к составам играющих команд переходить. И, в принципе, всей игровой недели в MLB Первой Лиге. Все-таки это матч, с которым связано много надежд Писарский, а покатить на Милешина-то забыл Владимир Писарский. Чего ж ты будешь с этим делать? Вот, пожалуйста, на неплохую атаку Родины Сочи отвечает своим моментом в основу из команд, располагающихся чуть ниже по системе Родины. А здесь Краморич в штангу и добивание должно быть. Руслан Барт мяч подхватывает. Пора бы бить. У-у-у! Вы видели это? И опять ошибается Родина на своей половине поля. Опять сами себе привезли момент сейчас москвичи. И момент, конечно, убойный. Момент, который должен был решать сначала, казалось бы, Мартин Краморич, но ему с учетом расстояния, с учетом дистанции попасть было очень сложно. Вот, смотрим. Пару миллиметров буквально-таки. А дальше Барт подхватывает. И Кочиев здесь отыгран. И Леон Мусаев. И Руслан Барт оставалось только попасть в створ ворот. Он не значит на то есть какие-то очень активные причины. И вот Астемир с мячом. Он тоже, кстати, голевые здорово умеет выдавать. Хорошая подача. Йорги Рейна. Попытка в центр до Колнукова мяч доставить. Падение. Но за такое выпрашивать пенальти будет крайне странно. Мне кажется, что Олег Кожемякин здесь совсем ничего противозаконного не делал. И по ощущениям больше все-таки сам Амур. И разгоняется быстрая атака футбольного клуба Сочи. Насколько она будет быстрая? Ну вот не очень. Но тем не менее, скидка хорошая. От Писарского Руслан Барт выше. Тоже неплохо. Тоже почему бы нет. Если говорить про Южан в российскую премьер-лигу. Пока Сочи на шестом месте идет, к слову. Ой, хорошая какая передача. Это Крамарич 1-0. Это Мартин Крамарич и это 1-0. Ему дали убежать 1 на 1. Его выпустили здесь. И он забивает первый гол в этом матче. И если мне здесь удастся не ошибиться, это первый гол сегодняшнего дня. И первый гол 15-го тура Мэлбет первой лиги. Потом отправился в РПЛ. Там, конечно, испытал разные. Вот сейчас Писарский. Хороший какой момент. Но вот опять-таки мы говорим, да, классные футболисты у Сочи. Смотрим, вот Крамарич забивает постоянно в действии. Постоянно что-то придумывает. Ой, удар какой! Давненько мы, кстати, ударов не видели таких интересных от Кравцов. А здесь как-то и Калмыков пока отмалчивается сегодня. Вместо него Макаров. Вот теперь уже можно сказать, что Сочи, да, чуть-чуть... Рисунок игры меняет Юшин! Дегтев! Хорош Дегтев! Еще подача! Дегтев! Идет на выход Дегтев. Там нарушение правил. Щекотает, трепает нервы. Редно! Прострел! Падение там Канэ сходу головой пытается добить. И кто-то, наверное, найдется, кто так скажет, что победа не сложная для Родины. Для Сочи, прощу прощения. Если она состоится. Шеначев! Перебрасывает мяч, отправляя его в сетку ворот. Но до этого правила он нарушил. И уже сейчас за удар после свистка Владислав Целовальников с ним поговорит гораздо более серьезно, нежели с Мартином Крамельчем в первом тайме. А вот, собственно, оно и закончилось. 1-0. Футбольный клуб Сочи одерживает очень важную для себя победу. Набирает 24 очка. И догоняет футбольный клуб Балтика в турнирной таблице. Мы открыли с вами 15-й тур МЛБ от Первой лиги.